Всем привет! Прямо сейчас мы с вами отправимся исследовать Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования. И у меня для вас хорошая новость. Сегодня я пошла сюда не одна, а со своими друзьями. Поездка была крайне спонтанной, и никакой информации об этом месте на момент исследования мы не обладали. Я никак не могла понять, какого года это здание, ведь новый ремонт сильно контрастировал на фоне доживающей свой век старой отделки. Оказалось, что это бывший клуб фабрики, возведенный в 1920-е годы. Здание было построено комсомольцами из кирпича разрушенных церквей. В 1997 году свою деятельность начало это не государственное заведение. А как она закончилась, вы увидите сегодня в этом видео. Короче, ребята, мы направляемся в ужасную задрожку. Будь осторожнее. Вообще, типа, тут да. Очень много стекол. Хорошо. Что, вы сходите? Что? Забираешь? Аккуратней. Фу, тут воняет горелым очень сильно. Я думала, что тут выход, но выхода здесь нет. Очень много старых кассет. Мы надеемся, что в здании нет никого. Нету охранника. Ё-моё, это что такое вообще? Рыба? Какая-то голова ужасная. Посмотрите, ребята. Я такой сейчас, что там слышу. Чё, ответьте, посмотри, пожалуйста. Сэм. Тихо. Это кто из вас стукнет? Это он стукнет. С чем стукнет? Дверь. Дверь открылась. Она открывается? Да нет. Дверь, ну путь какая-то. А, вот это. Я вообще забалудилась, мне не принять, куда идти. Чё там? Фу, тут очень жёстко что-то горело. Совсем недавно здесь был пожар. Куда нам идти, ты в курсе? Только что здесь стоял человек. Он куда-то пропал. Короче, отсюда очень жёстко воняет. Это горел деканат ВПО. Наверное, здесь кого-то обидели, и кто-то вернулся сюда и поджёг его. Ого. Короче, там снимает Инферниус. А я отправлюсь, пожалуй, на этот этаж. Чтобы не мешать друг другу. А вот тут вот ещё криповое всё выглядит. Какие-то преподаватели. Кандидат физиологических наук. Ёба простая. Что это? Это копоть от Гарри. Обалдеть. Вроде же здесь ничего не горело, но вот здесь вот всё выглядит просто ужасно. Да, это копоть от Гарри. Выездные практические занятия в инновационном образовательном процессе. В усадьбу Кускова уезжали, ребята. Международная выставка рекламы 2009 года. Вот так вот проходили практику студента данного учебного заведения. Редакционно-издательная деятельность. Обалдеть, сколько методичек. 2004 год. Очень много методичек. Все они до сих пор здесь сохранились. Бухгалтерия. Бухгалтерия у нас тоже немножечко закоптилась. Очень странная бухгалтерия. Это просто комната под лестницей. 2017 год. Короче, мы аккуратненько здесь походим, потому что там могут проходить люди, увидеть нас и вызвать на нас наряд полиции. За этим зданием бдительно следят. Видимо, чтобы его не поджигали, чтобы ничего плохого здесь не делали. Короче говоря, здесь целый склад каких-то документов, судя по всему. Это, походу, из библиотеки здесь что-то. что-то здесь делает шампур. Так, а мы пройдем дальше. Какие-то тут просто катакубы. А вот тут тепло, слышишь? Заходи сюда. Да, тут тепло. Нет, батарея холодная. Чья-то куртка. И завешена шторка. Такое ощущение, что здесь какой-то притон бомжей был. Что? Тихо. Инновационное воспитание в институте. Короче, могу сказать, что этот институт сохранил довольно-таки большое количество плакатов. Лаборатория экология, кабинет географии. Так вот, почему здесь куча карт. К моему большому сожалению, здесь не осталось ни парт, ничего. Остались только карты. Так, Академия социально-экономического прогнозирования и моделирования. Пахнет подвалом. И да, это действительно подвал. Гостиничный номер. Что? Как это понимать? В подвале института был гостиничный номер. Что это такое? Короче, у нас тут сохранился факс или телефон. Телефон, судя по всему, такой вот. Да, нажимаешь вот тут вот кнопку, и идет набор номера. Сохранилась печать. И сохранилась вот такая вот настольная лампа, которая вообще непонятно. Видимо, здесь были лампочки. Вот такое сохранилось. А вот точно, башка от нее сохранилась. Свети нормально фонарем. Тут вот у нас сохранилась какая-то фотография в рамке. Вот такая вот уже никому не нужная статуэтка, которая где-то когда-то висела в данном учебном заведении. А вот здесь вот какая-то комната-склад. Просто непонятно, что это такое. Ну, короче, гора какого-то мусора. Во! Вот здесь вот какая-то классная комната сохранилась. Вот это вот такая, понимая, жалюзи. Смотри, фильтры какие-то. Светофильтры, походу, остались какие-то странные. Или что это такое? По-моему, это обычный вот эти вот, знаешь... Поликарбонат? Да, поликарбонат. Просто показывает цвета. Я надеюсь, я никакую сигнализацию не повключала. Я вообще не вижу здесь плафонов, и, видимо, здесь ничего уже не работает. Так, здесь у нас, собственно, туалет. Как обычно, проверим, работает ли тут вода. Нет. Воды, к сожалению, уже нет. Ничего здесь просто не осталось. Женская комната. Инвалиды. Вот инвалидный туалет. Обалдеть. Даже инвалидный туалет здесь был. Вот такая вот офигенная кастрюля. Абсолютно нормально. Выглядят еще толчки, если не считая, говна в них. Медицинский кабинет. Было бы, конечно, неплохо, чтобы здесь что-нибудь сохранилось. Но здесь сохранились только пластиковые окна. И то, что меня спалят, если кто-то пойдет мимо этого окна. Зато здесь можно очень быстро выкинуться наружу, если что. Также обращу внимание ваше, что тут был мужской туалет с инвалидной комнатой. Куча всевозможных спортивных достижений студентов. Ну, конечно, в каком-то нормальном вузе наверняка их было бы гораздо больше. Ну, а здесь они имели то, что имели. Не смешно. Не знаю, уходил ли сюда Ген. Мне, на самом деле, немножко не по себе стало из-за тепла, который уходит из этих комнат. Видите, здесь мусорка заполненная. Стол с иконой. Лабиринт какой-то просто-напросто. Жестко. Здесь, смотри, чья-то кухня была. Это, видимо, какая-то вообще подсобка. Тут даже тарталетки еще остались. Абсолютно не открытые. Все-таки это говорит о том, что недавно здесь кто-то был и даже жил, походу, потому что мусорка, вот, пожалуйста, заполнена. Видимо, здесь жил охранник. Трубочки. Можно Гене подарить, слышишь? Забери это. Их постоянно мы здесь встречаем какие-то иконы, иконы, иконы. Все здесь обставлено какими-то иконами. Так, а что здесь? Здесь вот очень тепло. Какие-то фотографии. Что? Думаешь, столовка? Вот это, походу, кухня была, да? Здесь выдавали еду. Да, но сейчас это выглядит очень крипово и очень странно. Также подсобка под лестницей, куча всяких красок, плитка, краски. старые древние счеты и куртка охранника. Вот в этой комнате очень-очень тепло. Видимо, из-за вот этих вот батарей, которые, если вы прислушаетесь, шумят. Здесь вот новогоднее оформление. Видимо, когда-то оно, конечно же, висело на стенках. инженерные системы гостиниц. Амперметры. В обычном гуманитарном институте амперметры встретить это странно. Там мы слышали шаги, но так как мы разделились с Инферниусом, надеюсь, что это он нас ищет, а не кто-то другой. Амперметры.